Сейчас я хочу рассказать информацию для Юлии Любцовой. Юлия такой объект, который абсолютно интуитивен, но может даже как-то это не за счёт собственного ресурса интуиции. Это, как я это видела, что у неё какие-то очень сильные силы, которые её ведут. И эти силы очень точно отстроены. Но её лучшее качество в том, что она абсолютно с ними в единстве. Потому что силы могут вести человека, а человек это может не слышать. Поэтому шаг влево, шаг вправо, ошибка, ошибка, дальше проблемы, катастрофы и так далее. Вот в сочетании Юлии происходит то, что я наблюдаю за время того, что мы здесь проходим, и как это проходят эти практики. Необычайная точность, но не только за счёт этих ресурсов организма. Потому что такой точности, когда объект мерзостно не открыт на какие-то внутренние резервы, это феноменальные, невозможно. То есть эта точность идёт только в сочетании с тем, что её ведёт. Как это происходит? Например, нужно получить какой-то результат. Её на этот результат наводят, а она абсолютно не сопротивляется. За счёт внутренней интуиции, не включая сознание, не включая подсознание, она выходит точно в нужное действие, в нужную ситуацию, в нужную обстановку. И вот эта точность всегда приносит результат. Вот тоже самое сегодня вот эта практика. Я просто подтвердилась в точности своей информации. Когда я спросила, что значат символы, символы должны были у нас по задаче, по этой технике, например, условно. Если решаем финансовую проблему, берём купюру и в лабиринте раскладываем. Там три монетки лежат ещё. Вот, три монетки, хорошо, да. Если там любовь, ну можно сердечко. Ну вот, это осознанно. То есть мы ищем символ под задачу. Я спрашиваю Юлю, как ты составила экибану, как ты составил букет? Она говорит, я не ставила задачу привязывать какой-то предмет к какому-то решению вопроса. То есть, что она опять подтвердила? В том, что она чисто действует интуитивно. Но почему у неё результат? Вы скажете, что, ну мы же все слушаем интуицию, но у нас же вот так не получается прям не ошибаться. Вот не ошибка, это когда ты слышишь, как тебя вот так вот ведут. То есть ты в своей мозге, которая не отстроена, которая не понимает, как вообще картину мира не видит. Видите, какой-то кусочек мы видим, вот такую картинку в мироздании. Мы видим одну треть от вот этого мира. Но это же самый меньший процент, это всего 33 процента, что видно глазом. Всё остальное человек не видит, всё остальное невидимое зрение. Значит, чтобы не ошибаться, не вляпываться, вот когда ты отключаешь мозги и чётко слушаешь интуицию, и дальше тебя наведёт на цель. Ты наберёшь именно те предметы, которые тебе нужны, ты используешь их в той ситуации, которая нужна тебе для решения. Ты выйдешь в ту точку, где тебя ждёт нужный человек, он тебе принесёт решение задачи, которую ты хочешь. Потому что ты доверяешь как бы вот этому высшему, там, я не знаю, каким-то высшим разумом, силам. Доверяешь, ты живёшь, ты научен жить вот так. То есть это не только интуиция человека. Это слышание вот, ну вот, не включение мозгов. Включение мозгов – это, например, меня куда-то тянет, условно, для примера говорю. Например, мы запланировали встречу с партнёрами. И вдруг у меня такие идут ощущения, вот я не хочу идти, вот не могу я, например, встать с постели или там ещё что-то. Вот, ну не могу. Ну, мы же запланировали, я же не могу подвезти. Дальше я еду туда, там что? А там ничего не состоится. Почему? Ну, потому что не слушала, что происходит. Мир не слышала. Только своё вот, что должно быть. Мозги, они логиками принимают решения. Из этого вытекает и это, из этого вытекает и это, из этого и вот результат. А мир устроен не логически, он устроен мозаично, что нужно учиться из всей факторики, которая складывается, достаточно два знака, которые тебе, ну, дают, например, решение. Сделай вот это, и ты делаешь вот этот шаг. Он, оказывается, верный. То есть мир, вот, он такой ситуативно сложный, мозаичный. У нас нет описательности, сколько объектов участвует, сколько там людей, сколько всего. Но из всего этого нам достаточно, допустим, каких-то два по ощущению. О, это моё, о, это хочу, о, всё. И ты выходишь в нужную точку, ты получаешь нужный результат. И вот здесь вот, ну, в данном случае это даёт результат. Поэтому второй этап развития всего этого, когда уже начинается включаться созналка, но отстроенная. То есть когда ещё плюс мозги, которые дают точность и наименьшее количество ошибок. То есть отстроенность интуиции, отстроенность точности мозгов, отстроенность точности тела. То есть ты, тело, что такое, как тело может ошибиться? Ты сделал только полшага. Дальше ты запнулся об ступеньку и переломал себе ноги. Это что? Это ошибка. Ошибка, которая заключена либо в теле, либо в душе, либо в разуме. Вот если ты все структуры отстраиваешь, они у тебя развиваются. Вот это матрица развития тела, душа и разума. Поэтому вот если мы все три структуры развиваем, мы становимся более гениальными, более успешными, более реализационными. Поэтому я дарю Юле это видео на подстве. Можно сказать, мы сегодня в таком коуч-классе, абсолютно индивидуальном работаем. И я думаю, что нам это помитно, долго запомнится этой трогательной технике.